В самом начале весны, когда реки еще скованы льдом, в селе Нижние Бузули неожиданно приключилось наводнение. Река Бузулька, которая до этого практически никогда не выходила из берегов, неожиданно показала свой нрав. На улице Заречной подтоплено уже несколько дворов. Вот прибывает утром, было где-то вот так. Вот она уже прям буквально на глазах прибывает. А внутрь заходит во двор? Да, сейчас я вас проведу во двор. Ну это вот наши постройки. Вот видите, вся техника в огороде. Гаражи затопленные. Проехать никуда не можем. Не выехать, не заехать. Это вот сегодня, какое у нас, 14? Через неделю тут вообще, вот тут вода будет. Тут и вон и сарай, и кур, и живность. Я не знаю, что будем делать. Тут уже пошла вода. Вот уже, видите, вот. Вода. Все, калитка. А это вообще замерзли. Проезда по улице Заречной больше нет. Дорогу к своим домам люди проложили через соседские огороды. Но снег начал таять и там. Вскоре легковушки по грязи не проедут. Так это действительно стихийное бедствие. Ну посмотрите что. Я перед этим вышла на крыльчика, посмотрела, вроде спокойная вода. А позавчера, наверное, это, самопоезд, собралась ехать в город, вышла сюда, я не знаю, куда мне идти. Ну слушайте, я не знаю, в 2012 году вот этот потоп был. Я, по-моему, себя увереннее чувствовала, чем сейчас вот этим вот бедствием. На Челемарте небольшая речка была максимум 12 метров в ширину, говорят жители. Сейчас все 112. Вода подтопила уже два двора, вплотную подошла еще к четырем. У людей пострадали гараж и подполье. Жители уверены, виноват в наводнении новый мост. Все перекрыли и после этого началось такое бякать. Все дома сейчас затоплены. Шесть домов, считайте, затоплены. А такого сроду не было ни хима. Просто это безглаберность. Поставили трубы, это самое сточное, полтора метра в диаметре, ну, хотя бы три метра в диаметре поставили. Штуки четыре. Там была проходимость хорошая. А что дом поставили? Они еще засыпали тем более в этой бякой песком. Местный мост здесь прозвали мусорным. Старый железобетон из 60-х годов постройки был поврежден во время наводнения. Его закрыли для движения. Реконструкции местные жители добивались через суд. Администрацию района обязали заключить контракт с подрядчиком. По итогам работы вместо моста комиссия увидела насыпь из мусора и гравия. Она обошлась району почти в 4 миллиона рублей. Ну, что с базулькой это сделали? Ничего не понятно. Мост-то сделали, то не понятно. Уходим, спотыкаемся. Я вообще считаю, что мост гладенький, а то по мосту даже не пройду, спотыкаюсь. Недоделки подрядчик частично устранил. На насыпи появились перила, ограждения, знаки. Новый мост разрешили эксплуатировать. Однако с приходом весны всплыли другие проблемы. Свои жалобы люди адресовали и местным коммунистам. Как таково мосту, здесь ничего такого похожего нет. Нет места, где трубели лежат или что-то, чтобы вода ушла. Я считаю, что здесь произошло еще какое-то определенное нарушение технологии или экологии. Решили, наверное, сделать ремонт. Я не знаю. Я не специалист. Ну, может быть, какие-то новые технологии есть, какие-то подводные каналы там есть. Ну, результат там видно, что происходит. Там есть трубы, да, да, конечно. Есть трубы, но они в настоящее время находятся в воде. Снизу идут две трубы. Две трубы? Две трубы. Но этого достаточно, чтобы вода проходила? Время покажет. А сейчас уже не показало, как вы считаете? Ну, я думаю, это только начало. Вот. Ну, являюсь оптимистом в этой жизни и надеюсь, что ничего страшного, ничего страшного как бы не случится. В настоящее время жизни и здоровье людей, а также сохранность имуществу моих односельчан ничего не угрожает. В районной администрации тоже уверены, что мост не мог стать причиной паводка. На место выезжали с гидрологом. По мнению районной власти, причиной весеннего наводнения мог стать паводок позапрошлого года и перенасыщение почвой дождевой водой. Большие наледи образовались на реках еще трех сел района. Что касается Нижних Бузылей, многострадальный мост в ближайшие дни должна обследовать очередная комиссия. Наталья Жеперева, Василий Пронькин. Альфа-Новости. Свободненский район.